Здравствуйте, меня зовут Симаков Александр, я руководитель компании Optics Trade. Мы более 20 лет занимаемся приборами ночного видения и в частности тепловизорами, буквально с тех самых пор, как они появились на отечественном гражданском рынке. На днях меня заинтересовал вопрос, как далеко может увидеть бюджетный тепловизор. Вообще, что такое бюджетный тепловизор? По моему опыту наблюдения в сложных метеоусловиях, когда густая растительность, кусты, когда цели не контрастны, когда высокая температура воздуха, в таких условиях тепловизор с диаметром объектива менее чем 19 мм и матрицы меньше чем 384х288 показывали отвратительный результат. Поэтому меньше этих характеристик я тепловизор даже не рассматривал. Сегодня я на тест взял два бюджетных тепловизионных прибора. Они братья-близнецы. У меня отличный вид из окна и сегодня идеальная температура для наблюдения в тепловизор. Давайте посмотрим, что у меня получилось. Оконный тест двух тепловизионных монокуляров братьев-близнецов IRE-E3W и ARKON OVIS LM19. За окном температура около 0, идет мокрый снег, 14 этаж, вид на перекресток до которого 170 метров и до поворота в конце дороги 600 с небольшим метров. Напомню, основные технические параметры приборов это 384х288 матрица и 19-миллиметровый объектив. Начнем с дистанции 170 метров, расстояние до перекрестка. На видео обрезаны края, чтобы сфокусировать ваше внимание в центре, но видно, что у IREI угол обзора в два раза больше. Дальше я поиграю с изменением кратности, чтобы привести картинку к одинаковому виду. IREI утверждает, что 170 метров – это дистанция распознавания человека. ARKON же говорит, что распознает человека до 270 метров. Итак, давайте посмотрим. До одиноко бредущего по улице человека около 300 метров. Переключу IREI в режим двукратного увеличения, так картинка приборов примерно похожа. Максимальная дистанция наблюдения в мое окно 600 метров и максимальное увеличение ARKON – 8 крат, цифровой зум и цифровой зум у IREI – 4 крата. Вдали идет человек, приближается с 600 метров примерно до 500. Ссылка на таблицу сравнения этих монокуляров в описании под видео. Если оно помогло вам определиться с моделью тепловизора, поставьте лайк. А если не помогло или по каким-то причинам не понравилось, напишите в комментариях, чего не хватает. И новые видео мы будем писать уже с учетом ваших пожеланий. Я считаю, что цифровой 8 кратный зум у ARKON излишен. Это дополнительное нажатие кнопки увеличения. Оно может путать и отвлекать от наблюдаемого объекта. До дальних фигур 500 метров. Человек, который идет, сейчас где-то на расстоянии 350 метров закончит свое движение на дистанции около 200-250 метров. И давайте поближе посмотрим на дальние фигуры. Сейчас на дистанции порядка 550 метров появится человек. Вот он вышел с правой стороны. И пойдет нам навстречу. А тем временем предлагаю приблизить на максимальный зум для IREA. Это 4 крата. И такой же 4-х кратный цифровой зум у ARKON. Группа, которая находится на расстоянии 500 метров. В заключении видео хочу отметить, что условия для наблюдения близки к идеальным. Достаточно низкая температура, около 0 градусов. Прямая видимость, небольшая морость, которая в целом не мешает тепловизору. Однако, свое впечатление благодаря этому видео, я полагаю, вы составили. Предлагаю также посмотреть другие видео сравнения приборов на нашем канале. И обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить обзоры новых тепловизоров. Субтитры создавал DimaTorzok